Строительство дворца игровых видов спорта в Иванове возобновят. И это, пожалуй, главная новость недели для спортивного сообщества. Из федерального бюджета поступит более 600 миллионов рублей. Достроить дворец планируют за два года. 120 миллионов регион получит уже в этом году, еще почти полмиллиарда в следующем. Приступить к работам планируют в мая. Новая проектно-сметная документация уже готова. Все решения приняты, денежные средства выделяются. Сейчас у нас проходит процедура внесения в бюджет изменений и передачи объекта из городской собственности, из муниципальной в региональную собственность. Как только эти процессы будут завершены, мы сможем начать конкурсную процедуру по выбору подрядчика и начинать строиться. Массовая гонка лыжня России состоялась, несмотря на карантин. Традиционным средоточием профессионалов и любителей стал парк Харенка. На этот раз лыжня России собрала 2000 участников. Соревнования завоевали народную любовь в первую очередь тем, что принять участие в них могут все желающие, вне зависимости от подготовки пола и возраста. Мне 80 лет, а лыжами занимаюсь и за памятных времен. Всю жизнь лыжами занимаюсь. На стадионе «Спартак» в минувшие выходные прошло первенство ЦФО по конькобежному спорту. В областной центр приехали юноши и девушки из девяти регионов. Пока спортсмены боролись за право представлять область на всероссийском первенстве, в немецком Инцеле проходил чемпионат мира. В состав национальной сборной вошла Елена Сахрякова. Ивановская конькобежка представила России на дистанциях 3000 и 5000 метров. Однако попасть в число призеров не смогла. Ивановские тренеры уверены, чтобы поднять конькобежный спорт на новый, качественный уровень, нужен крытый каток с искусственным льдом. Хотелось бы, чтобы этот каток в городе Иванове сделали искусственным, искусственную дорожку и перекрыли хотя бы какую-то крышу, козырек, чтобы мы все города, центральная зона нашей России, ЦФО, не ездили не в Москву, в Коломну, а к вам приезжали с удовольствием. Олимпийским играм в Сочи пять лет. И хотя события тех дней уходят все дальше, воспоминания о них не меркнут. На одной волне со всем миром именно так проходили Олимпийские игры в Сочи. В организации крупнейшего спортивного события помогали ивановские волонтеры. Почти 100 человек из нашего региона отправились в Краснодарский край. И волонтеров не случайно называют улыбкой сердца Олимпиады, а еще люди, которые делают игры. То есть именно волонтеры обеспечивали во многом бесперебойную работу этого большого механизма. Если бы не мы, то игры не были бы такими зрелищными, может быть, яркими и, самое главное, такими запоминающимися по настроению, потому что волонтеры создавали настроение. Владимиру Смирнову посчастливилось побывать и на церемониях открытия и закрытия игр, и даже на генеральной репетиции, где кольца раскрылись без заминки. Я действительно видел тот самый момент, когда кольцо не открылось. Я понимал, что должна сработать пиротехника, однако, насколько сильная самая ирония у русских людей. В конце, когда мне повезло стать лучшим волонтером ЕВС ОЛП и представлять эту функцию предпрезидентом в ложе на закрытие Олимпийских игр, я видел, как действительно ребята в серебряных костюмах начали делать большие кольца, а вот это последнее кольцо, оно тихонечко-тихонечко и как раскрылось. Вот здесь, находясь в самом центре, я, на самом деле, почувствовал, как весь стадион ревет. Редактор субтитров А.Семкин